Самонадежный способ попасть внутрь единственного детского сада в поселке Новочернореченске это влезть через окно. Дело в том, что входная дверь скована льдом. По территории опасно ходить, а в подвале с каждым часом прибывает вода. По этой же причине последние два дня дети не посещают учреждения. Тем временем в садике числится более 70 ребятишек. Заложниками ситуации стали не только воспитатели и заведующие, но и родители. Я, во-первых, опекун бабушка, я не просто бабушка, а мне вообще вот просто дозарез. Вот ложись, прям помирай, ну невозможно. У меня их четверо детей в доме, и меня этот детский сад так спасал. Ну мы еще могли выходить, запасные двери у нас были, вчера вышли. А сегодня утром звонит полседьмого сторож. Вы видели там, что творилось, там было все в воде. То есть даже мы не могли пройти в сапогах, одетых уже с пакетами. Вчера у нас был один ребенок. С сегодняшнего я вчера написала докладную на имя Лукашевича и Овчаренко, что я беру на себя обязанность не принимать детей. Коммунальная авария произошла еще 13 января. Изношенные трубы то ли не выдержали морозов, то ли просто лопнули от старости. Ведь их ни разу не меняли. Местные коммунальщики несколько раз приезжали на место, но у них не оказалось нужной техники, чтобы полностью добраться до порыва и ликвидировать его. Добрая половина поселка уже неделю без холодной воды. Вся вода уходит в землю. Деньги с людей собирают, а люди ходят. Вы представляете, в ту сторону вода не доходит, где-то 3-4 улица, там воды попросту нет. Они, получается, на саночках с канистрами ездят вот сюда, где ближе, где напор. Башни стоят, где напор побольше. Глава поселка Александр Стальмаков объясняет, по закону у него просто нет полномочий обязать местные службы устранить порыв. На место ЧП уже приезжала прокуратура. В ведомстве решили, коммунальщики обязаны все починить. В противном случае они будут наказаны. В дальнейшем, в ходе проведения проверки по запросам, если будет установлено, что их действиями, их бездействиями был причинен какой-либо ущерб имуществу непосредственно детского сада, либо иным, в дальнейшем будет вопрос рассматриваться. Жители поселка тем временем с тревогой ждут весны. Говорят, вода глубоко пропитала землю, и когда лед растает, их дворы и подвалы просто затопят. Сергей Сеславин, Алексей Овсянников. Новости.